Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем встречи с известными историками в студии портала «История Казахстана». Наш старый друг Проктуэль Глиманович Айран, заместитель директора Института Истории Государства, доктор исторических наук, профессор. Речь пойдет об одном крупном, важном, наверное, историческом событии, которое произошло 30 лет назад и которое имеет непосредственное отношение к распаду Советского Союза, ну и, соответственно, к обретению независимости Республики Казахстан. Это августовский путь. Некоторые называют его государственным переворотом, попыткой переворота, кто-то дает ему другое толкование. Но в любом случае, так или иначе, это событие, которое повлекло за собой уже необратимые последствия. Как мы знаем, это была, скажем так, последняя попытка реабилитации, восстановления традиционной советской социалистической коммунистической системы. Это был такой бросок сил, консервативных сил, которые пытались остановить те демократические перемены, которые происходили в обществе, в государстве. Но их провал, не знаю, это просто полное поражение привело к тому, что все республики, советские республики, взяли курс на обретение полной независимости. И, как мы знаем, Коммунистическая партия Советского Союза, это величайший оплот, огромнейшая организация, окончательно себя дискредитировала и распалась. Люди выбрасывали свои партбилеты, сжигали их, отказываясь от любой принадлежности к этой когда-то величайшей, авторитетнейшей организации. Итак, Буркта Гельманович, 30 лет этому событию, и люди до сих пор обсуждают. Кто-то, может быть, уже и забыл, но я думаю, важно об этом вспомнить. Все-таки август 1991 года, это то, наверное, что войдет в аналы истории, и наша задача обратить на это внимание. Как вы думаете, что вот подтолкнуло людей, высшее руководство Советского Союза, Коммунистическая партия, на такой шаг? Очень, не знаю, я даже не могу подобрать какие-то эпитеты. Ведь они ввели чрезвычайное положение, не во время войны, не в условиях какой-то агрессии или чего-то. Они ввели чрезвычайное положение против своего народа? Как это получается? Вот, вы знаете, Арман, мне так думается, что события 30-летней давности, вот события 18, 19, 20 августа, там буквально 2,5 дня длилась деятельность ГКЧП. ГКЧП, она до сих пор, до сих пор и среди историков, и среди общественности, на мой взгляд, не получили должного анализа. Есть несколько работ. Мы, естественно, как казахстанские историки писали, в учебниках указывали про ГКЧП. А на самом деле ГКЧП можно сравнить, знаете, вот с таким явлением, как «то кого», скажем так, «то кого», или «или-или». Такой Рубикон, да? Да, правильно, вот хорошее слово, совершенно, это был Рубикон. В казахском языке слово «эля радыки». Не там, не сям. Проблема в чем? Чтобы понять ГКЧП, необходимо нам затронуть две вещи. Во-первых, это природа советской власти, и экономическая, национальная политика, государственная политика советской власти. И второе, значит, перестройка Михаила Сергеевича Горбачева, которая началась в апреле 1985 года. И вот Горбачев приступил к реформированию всего советского общества. В принципе, Михаил Сергеевич Горбачев ставил перед собой очень хорошие цели. Его задача была, как он сам говорил, обновить Советский Союз. Но очень неудачной были экономические реформы у Горбачева, скажем, введение кооперативов, каких-то таких полурыночных механизмов не позволило, скажем так, быстро развернуться рыночному хозяйствованию. Ну, он делал это осторожно, неполноценно, не до конца. Он делал половинчато, он все делал половинчато. То есть, как бы и хотел сделать хорошо, да, но и боялся до конца. И вот, кстати, в чем был успех Ельцина, он же, помните, тогда поставил во главе правительства Егора Гайдара. И Гайдар, мы его должны действительно признать великим реформатором, это он отменил административные цены. Он ввел рыночные механизмы, и почему вот в России или в Казахстане, скажем, оживилась экономика. А советская власть и вообще коммуническая партия, она отрицала полностью частную собственность. Они все шли по Марксу. Маркс, который в 19 веке что-то писал, там, манифесты выпускал, они вот шли по Марксу, а это был тупиковый путь. Вторая проблема, конечно, вот, то, о чем я хотел сказать. Перестройка началась в 1885 году, и вот она стала захлебываться. Стали выражения на съезде, говорили о том, что Горбачев поднял самолет, но не знают, как теперь, куда сядет этот самолет. Кстати, правильно был, очень хороший образ. Кроме всего прочего, развал Советского Союза, он же означал собой, как бы, развал Российской империи. Не все об этом понимают. Но, по сути, Советский Союз в тех границах, какая была Российская империя. И даже политика, кстати, была, если не хуже, чем при Российской империи. Ну, жестко. Хотя, при этом, правда, создавались автономии, Союзные республики, но, в любом случае, рычаги власти находились в Москве. Мы это должны подчеркнуть, чтобы понять пруду сущности. То есть, центр политической власти оставался там же, где он был в суете прежние три века. К 90-м годам, вот этот разрыв, или, скажем, противостояние между теми, кто хотел реформировать Советский Союз, и между теми, кто хотел оставить, законсервировать прежние такие отсталые, уже несоответствующие времени советские отношения, они, конечно, дошли до апогея. И вот, я бы даже так сказал, вы правильно сейчас сказали, Рубикон, перейти Рубикон. ГКЧП должен был состояться в любом случае. В августе, или в сентябреле, или в октябреле. То есть, он был необратим, да, в любом случае? Потому что Советский Союз уже распадался, о своей самостоятельности объявили Прибалтика, Республики Кавказа, Украина, кстати. Казахстан выжидал, правда. И вот, и вообще, вся Центральная Азия выжидала. Не только Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия тоже. У нас были свои условия, мы не могли спешить. И это, кстати, было правильно для того времени. И вот, когда, вот этот ГКЧП, он, в свою родину, был закономерным явлением. И неспроста, если вы посмотрите, значит, совершите анализ тех, кто стоял, значит, во главе ГКЧП, то это в основном Комитеты Государственной Безопасности, Обороны. То есть, в основном, там были правоохранные органы. Я зачитаю, члены ГКЧП. Пожалуйста, да. Члены ГКЧП. Яна Евгеннадия Иванович, вице-президент СССР. Бакланов Олег Дмитриевич, первый заместитель председателя Совета Обороны СССР. Крючков Владимир Александрович, председатель КГБ СССР. Павлов Олентин Сергеевич, премьер-министр СССР. Пуга Борис Карлович, министр внутренних дел СССР. Стародубцев Василий Александрович, председатель Крестьянского Союза СССР. Крючков Александр Иванович, президент Ассоциации государственных предприятий, объектов, промышленности, транспорта, связи СССР. И я за Дмитрий Тимофеевич, министр обороны СССР. То есть мы видим, что это все силовые структуры. Там то, что был Стародубцев, да? Или, значит, Крючков. Это были как бы такая декоративная фигура, они никакой роли там не играли вообще. Совершенно. Это были формальные фигуры, но локомотивом или движущей силой ГКЧБ были военные структуры. Правоохранные органы, оборона, ну и вот КГБ. Вот такие основные скрепы, на которых в общем советская власть и держалась. Вот почему в советской власти все время были много репрессии. В этом, конечно, вина КГБ или, скажем, МВД, НКВД была огромная просто. Я имею в виду сталинский период. И вот консервативные силы, они, конечно, объединились. Они делали очень хитрый ход. Они дождались, когда Михаил Сергеевич Горбачев выехал в отпуск, в Хорус. И, значит, там еще участвовал Болдин, он блокователь аппарата Михаила Сергеевича Горбачева. Это ключевая фигура в администрации. И вот эти силы объединились, чтобы не только, скажем, сместить Горбачева. Вообще для советской власти смещение руководителя – это дело, так сказать, обыденное. Порядки вещей. Да, непонятно, смерть Сталина. Хрущев, скажем, был вообще сферму. Вот, совершенно. Он, кстати, тоже в Крыму отдыхал. И вот в его отсутствии Брежнев, Микоян и другие, значит, совершили этот переворот. Для советской власти это вполне обычная вещь. Почему? Потому что нет свободных выборов. Нет сменяемости власти. Очень консервативная система. Люди доживали до 80 лет, все еще сидели в политбюро, поэтому, значит, мне кажется, другого там варианта не оставалось, как свергать только их. И Михаил Сергеевич Горбачев, конечно, упустил момент, когда его ближайшее окружение оказалось в составе ГКЧП. Тот же Бакланов, он бывший комсомольский работник, он был вице-президентом, то есть формально вторым человеком в государстве после президента. И он оказывается в составе этого ГКЧП. И я хорошо помню те дни, знаете почему? Потому что я тогда работал в администрации президента, был заведующим сектором изучения общественного мнения. Это в пресс-служиве была такая небольшая группа, очень, кстати, хорошая, серьезная группа. И, скажем, аналитические вещи, потом сборы информации, было за нами в тот период. Вот, я не скажу, что мы там прямо глобальную работу проводили, у нас было очень мало. Два-три человека, все, на секторе. Но работа была нужная, да? И мы как бы ощущали пульс. Мы ощущали пульс, и вот ГКЧП случился в таком, знаете, классическом виде, но в то же время носил какой-то комический характер. Знаете, почему на секторе есть характер? Во-первых, вдруг замолкают 18 утром все телеканалы, все радиоканалы, закрываются газеты. Газеты многие не выпускали, а по телеканалу показывают танцующих лебедей. Ну, это в своем разе комедия. Какой бы ты канал ни включил, везде танцуют какие-то балерины, и весь день, пока там ситуации не прояснились, они даже везде танцевали, даже когда ситуация прояснилась. Она прояснилась, когда уже к вечеру, когда, значит, вот эти, их называли еще шестеркой, покланов, там, Янаев, ряд других личностей, вышли и объявили о том, что Горбачев болен. Они не сказали, что они его смещают, они сказали, что Михаил Сергеевич заболел. В связи с этим, значит, необходимо, как бы, так сказать, взять власть в свои руки, и вот... Я зачитаю? Создан комитет по государственным... Вот, 19 августа по программе «Время» было зачитано заявление советского руководства. Это уже 19-го? Да. В связи с невозможностью по состоянию здоровья и исполнению Горбачева Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.27 Конституции СССР полномочий президента СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу в целях преодоления глубокого всестороннего кризиса политической, межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и анархии, вот на что они еще говорили, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе, независимости нашего государства, исходя из результата всенародного референдума о сохранении СССР, статистических республик, то есть как бы они подчеркивали легитимность своих действий, руководствуясь жизненно важными интересами народа нашей Родины, всех советских людей, заявляем о правовом режиме чрезвычайного положения, идя навстречу требованиям широких слоев населения, о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общей национальной катастрофе, обеспечению законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР сроком 6 месяцев с 4 часов утра по московскому времени с 19 августа 1991 года. И вот комичность ситуации в чем состояла? И трагичность, кстати, она могла вылезть в очень большую трагедию. Трагедия и так случилась, там несколько человек же погибло. Несомненно. Дело в том, что эти люди совершенно не знакомы, во-первых, не только в самой России, и вообще не знали в остальных республиках, кроме вот, может, Ключкова и Янаева. А с другой стороны, уже Прибалтика, уже, как я же говорил, республики Кавказа, Украина уже твердо объявили о том, что союз необходимо обновить. Как я уже говорил, некоторые республики уже объявили о своем выходе. Они же, скажем, республика Прибалтики признали акт Риббентропа-Молотова незаконным. И на основании этого, значит, юридически они уже уходили из Советского Союза. А, скажем, если бы ГКЧП, как они там говорили, во время установления порядков, там, прекращения хаоса, стали бы использовать вооруженные силы, регулярные части или комитеты госбезопасности, это, несомненно, привело бы к большим жертвам. Несомненно. Потому что республики имели тоже на своей территории уже определенные воинские части. Как я уже говорил, некоторые республики переподчинили себе МВД и КГБ. Естественно, они бы уже выступили на старении своих республик. Тут уже шел бы вопрос о защите своих республик. Да, поэтому ГКЧП, она действительно, многие вот поспевываются, когда вот Янаев, у него руки дрожат, он брал стакан, и журналисты уже потом, правда, показывали все время его дрожащие руки, видимо. Потом Павлов постоянно пил в это время. Вот этот премьер-министр СССР, он формально был членом ГКЧП, но он, так сказать, постоянно пил, ни на одно заседание не приходил. Потом, значит, у них были как бы теневые руководители, типа Лукьянова. Он был представителем Верховного Совета СССР того времени, сокурсник, кстати, Горбачева. Этот Лукьянов, он напрямую не участвовал, но он оказывал такую правую, иную помощь, почему и был осужден после завершения ГКЧП. И, как горько заметил один из журналистов российских, что у нас разучились даже делать перевороты. Он говорил, раньше там, то царя Павла убили, там какие-то перевороты всегда были вообще на территории Российской империи, Советского Союза. А теперь, говорит, мы даже разучились делать перевороты, потому что одна рука делает одну, значит, другая рука делает совершенно другое. И вот эта двойственность, их нерешительность, их неумение совершать перевороты тут же, конечно, ощутили везде. Но я сейчас повторяю, вот эта комическая ситуация запросто могла перекинуться, стать трагической, если бы не последовали решительные действия людей, о которых я сейчас скажу. После вашего вопроса. Конечно. Итак, что вы думаете, что подтолкнуло к этому шагу? Понятно, да. Они хотели сохранить сложившиеся, близкие им традиционные ценности, уклад жизни, архитектуру общества и государства. Но ведь при этом они же прекрасно понимали, что вот, как вы сейчас говорите, введение чрезвычайного положения, применение силы, ведь они же ввели войска, они ввели войска вооруженные силы в Москву, в столицу, да? Это были бронетранспортеры, танки, несколько тысяч солдат. Они шли на этот шаг. Они понимали, что будут жертвы, что могут быть жертвы, и, скорее всего, они будут. И они были, в конце концов. И даже дрожащие руки Янаева, вот этот пьянство Павлова. Молчание Стародубцева. Да, да, да. Говорят на поведение других лидеров. Ведь это, наверное, как-то сыграло на их совести, да? То есть они понимали отчаянность этого поступка. Вот, вы знаете, я много читал литературу по данной теме, да? Не совесть их мучила. Я понимаю, Язов где-то. Он участник войны, герой социализма. Язов. Да. Он воевал, кстати, с нашим министром обороны первым, Нурмагамбетом, Сагадат. Они прошли войну, для них Советский Союз было нечто священное. Ну, скажем, те же Ключков или, скажем, Янаев, это бывшие комсомольские работники. Они войну не видели, они были уже послевоенное поколение. Они боялись, их мучила не совесть. Они понимали, что они нарушают закон. Неправы, да? Да. И вот, если бы ГКЧП победил, в истории бывают такие случаи, когда перевороты бывают удачные. Они как бы легитимизировали бы свою власть. Но они понимали, что если Пуч не удастся, это постоянно их, так сказать, мучило, они будут повлечены к ответственности. Кстати, что случилось? Они же все были осуждены. Все были осуждены? Да. По году, а кто-то побольше, значит, отсидел в матросской территории. Ну, и амнистированы в дальнейшем. Ну, кто-то был амнистирован, кто-то там по другому пути пошел. Но в любом случае суд состоялся. Суд на нем состоялся. Поэтому они имеют, так сказать, на всю жизнь, они считаются осуждены. По этому делу именно. А попытка государственного переворота, так же, как, скажем, попытка иметь территориальную целостность республики или попытка, значит, насильственного свержения власти, они караются очень жестоко. Почему? Потому что, как я уже говорил, они могут привести к многочисленным жертвам. Это одно из техчайших преступлений вообще. Ну, их не расстреляли. И, а вот, почему их, так сказать, не надо, мне кажется, их расстреливать. Ну, конечно, они должны были осидеть гораздо больше, чем один год. Но, как я уже говорил, тогда вот двойственные силы, реформаторские силы, с одной стороны. А с другой стороны, консервативные силы, они были, особенно в России, очень сильны. И их как раз поддерживали консервативные силы, и они добились, чтобы их досрочно выпустили из матросской тишины. То есть, определенное влияние было все-таки, да, и поддержки? Было, конечно, было. Вот имели ли они какой-то четкий план действий? Я вот не знаю. Вот, судя по ситуации вот этих первых двух дней, они явно не понимали, что дальше делать. Хорошо, вот они ввели ГКЧП, объявили об этом по всему телевидению, радио. А дальше? Я вот читал воспоминания тех, кто участвовал, скажем, или авторов, которые писали о деятельности Горбачева, или Ельцина, особенно, да? И убеждаю, что у них не было единого плана. Каждый действовал по-своему. И не исключено, что каждый из них мнил себя вождем, кстати. Это в политической борьбе часто случается, что начинают все вместе, а потом каждый старается, значит, первым добежать до финиша. И не исключено, что и эти вот факторы тоже играли роль. Но в любом случае, например, они рассылали телефонограмму по республикам, по воинским частям. Это очень тяжелая вещь. Вы представьте, значит, поднять воинскую часть, эскадрилью, скажем, да, или танковую дивизию, везти в какой-нибудь из городов, это же кровь, это же убийство. Они эти вещи делали. ГКЧП. Но, с другой стороны, вот эта их нерешительность, неумение доводить дело до конца или вообще неумение совершать перевороты, конечно, с ними сыграло злую шутку. Они все время колебались. Что-то начинали, потом отступали. Потом, все-таки, мне кажется, одна из главных причин поражения ГКЧП, это то, что и в самом руководстве России решительно выступили люди против действия ГКЧП, а с другой стороны, также решительно выступили руководители республик. В том числе, кстати, руководитель Казахстана, Насултанович Назарбаев, он осудил ГКЧП. Он осудил, он не поддержал. Правда, там была пауза такая. Но, в любом случае, как авторитетный человек, действия Назарбаев были очень весомы, потому что на него смотрели республики Центральной Азии, на него смотрели автономию, особенно восточных республик. Ждали его реакцию, да? Да. И реакция Назарбаева была, конечно, однозначно, он не поддержал ГКЧП. Во-вторых, вот сегодня, я думаю, что приходит время, когда надо будет оценить вообще деятельность или политическую жизнь Бориса Николаевича Ельц. Да, его многие осуждают за его крутые такие шоковые реформы, за то, что, значит, при нем быстро сформался класс олигархов, за то, что он не сумел создать основу демократического развития России, и его очень сильно за это осуждают. Но в августовские дни главная роль, конечно, или решить, главная, так сказать, роль была за деятельности московских и вообще российских властей. То есть главной фигурой, да, вот, противовесом ГКЧП, наверное, был Борис Николаевич. Там же решение принимается в центре же, как бы правильно говорится, в центре политическое решение находится Москва. И если бы, скажем, Борис Николаевич Ельцин переметнулся бы, или бы поддержал ГКЧП, история пошла бы совершенно по-другому. А Ельцин стоял за самостоятельность России. Посмотрите внимательно. Кстати, Россия раньше Казахстана объявила о своем выходе из Советского Союза. Многие даже об этом не знают. Более того, значит, как человек грешительный, Борис Николаевич, он быстро, он, 17-й, он был в Алма-Ате. Накануне, да? Да, были подписаны договора, он ночью улетел. Там ГКЧП знал о том, что он находится в Казахстане. Они даже планировали ряд вещей по его устранению. По его устранению. Я литературу, так сказать, постоянно читаю по этим событиям. И вот Борис Николаевич остался жив, сумел прорваться к Белому дому. И, значит, он зашел на танк и громогласно собрал журналистов. Были толпы людей. Интеллигенция Москвы поддержала Ельцина. Он громко зачитал свое заявление о том, что ГКЧП является неконституционным, незаконным. И российские власти не поддержат ГКЧП. Это был ключевой момент. Это был очень серьезный момент. Потому что... Такой мужественный шаг, наверное, с его стороны. То есть он понимал, против кого он идет, какие силы будут направлены. Еще как понимал. Вы представьте, значит, КГБ или вооруженные силы, которые имеют огромный опыт устранения режимов. Они же до этого в 1956 году в Венгрии, в 1990 году Польша. В ряде вот даже не только, скажем, на территории... Эти структуры, они хорошо поработали, хорошо в кавычках. Они умели устраивать перевороты и устраивали во многих соседних, так сказать, особенно в странах социалистического лагеря. И поэтому эти силы могли вытворить что угодно. И со стороны Бориса Николаевича Ельцина это был очень такой героический шаг. И он решительно выступил против. Если бы, я сейчас повторяю, он бы выступил за... Это не означает еще победу, как это была только первая фаза событий. Потом бы наступила вторая фаза. А вторая фаза в чем заключалась? Захватить власть в Москве это еще одно. Но извините, Украина. А Украина, как и ЧП, не поддержала. Казахстан не поддержала. Грузия не поддержала. Прибалтика уходит. Естественно, все это могло превратиться в такую огромную кашу. Да. В ходе гражданской войны. А консерваторы попытались бы, несомненно, ввести войска, использовать войска. Свою агентуру использовать. Все возможные провокации они могли сделать. Эта же сторона, естественно, на эти действия отвечала бы такими противодействиями. И вот я приведу пример, скажем, такой. Когда, значит, попытались ввести танки в Москву, там же Белый дом, Ельцин, окружали многие-многие люди же. И люди бросались под танки. Лжились прям вот, чтобы не пропустить. Да, и они погибли. Три человека погибло под танками. Только из-за желания не допустить не только танки, скажем, к Белому дому, но и из-за желания, чтобы страна опять не вернулась в вот эту сталинскую модель социализма. Кровавая модель, давайте прямо скажем, кровавая модель социализма. Поэтому даже в самой России и в союзных республиках эти процессы могли, в случае, скажем, победы ГКЧП, эти силы могли быть очень, конфликт мог быть очень острым. Просто на наше счастье, не умелость этих людей, их нерешительность, по-моему, даже неграмотность элементарная, в конце концов, привели к тому, что ГКЧП просуществовал два с половиной дня. Он даже три дня не просуществовал два с половиной дня, он потом пал. И, в общем-то, после этого уже речи о том, что надо реформировать Советский Союз или не надо, уже не было. Вообще не было. После поражения ГКЧП вопрос стал просто реформировать. Все. Причем реформировать надо было не только, скажем, политическую настройку, типа Советский Союз. Почему они стали говорить про обновленные? До этого говорили, если про обновленный Союз, то после ГКЧП стали говорить уже про СНГ, Союз независимых государств. Это не просто смена аббреватур, а это очень серьезные вещи. Во-вторых, конечно, политическая настройка – это одно. Во-вторых, очень важная часть, Арман, вот наши забывают как-то, люди быстро забывают, очень хорошие. Советский Союз был страной вечного дефицита. Нехватка продуктов, одежды. Очереди в магазинах. Да, бесконечно, причем за самым элементарным. За мылом, за рубашками, за этим. Я же жил в это время, причем хорошо видел все это. И вот людям обрыгло. Они знали, что так называемые развиты страны, их экономика сдерживается на чем основывается? На частной собственности. Частная собственность – это локомотив экономики. Основа, да, рыночная. Да, основа. Без него дальше не вопрос. Люди понимали, что вот надо наконец выйти из этого болота советского и увидеть нормальную жизнь. Вот такая, одна из, наверное, ключевых, противоречивых фигур, на мой взгляд, это президент СССР Горбачев. Да. Вот как вы оцениваете его действия во время ГКЧП? Вы знаете, выходило несколько моих статей про Михаила Сергеевича Горбачева и про Ельцина тоже. Я их писал, будучи еще лет 30 назад, 20 назад, а про Горбачева вышла два года назад, она опубликована в Ельцина и Хистери. Затем, значит, я получил письмо от пресс-секретаря Михаила Сергеевича Горбачева в благодарности, что Михаил Сергеевич ознакомился с вашей статьей. Вы показывали его. Это своеобразный политический портрет, поэтому мое уважение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву безмерно просто. Это же решиться на такое, реформировать такой огромный строй монстр. Советский СССР это была очень вооруженная страна, причем ядерными, с ядерным оружием. И пойти на реформы, пойти на перестройку, сказать правду, что мы пережили про голод, про репрессии, Горбачев сделал большое дело. Открыть глаза на все это. С другой стороны, значит, Горбачев, как он и сам заявляет, кстати, он и не хотел распада Совета Союза. Он постоянно и до сих пор пишет в интервью, говорит, я не хотел, говорит, это, говорит, Борис Николаевич, так сказать, стоял за распад Союза. Ну, вопрос дискуссионный. Мне кажется, одно из самых главных, конечно, нельзя говорить, что ошибки. Может быть, условия были такие. Нам легко говорить, когда мы там не находимся внутри процесса. Но, тем не менее, Михаил Сергеевич был часто таким, он сам тоже порой бывал нерешительным, и там, где было необходимо, он почему-то останавливался. Я вот читал работу Эдуарда Андросиевича Шаварнадзе, когда рухнул железный занавес, есть у него такая работа. И он дает очень такую точную характеристику Горбачеву. Потом, значит, труды многих деятелей, в том числе, кстати, нашу становящегося Назарваева, он тоже говорит о Горбачеву как человеком искренним, хорошо начинающим, но как бы не доводящим дел до конца. И в этом, кажется, есть большая доля правды. Да, ну вот, есть такая версия, что, и об этом говорят, собственно, участники ГКЧП, что такой комитет по чрезвычайному положению был инициирован собственным Горбачевым. А да, есть, есть. А на самом деле, я думаю, что это неправда. Все-таки там большую роль сыграл Болдин. Руководитель аппарата – это, так сказать, очень важная должность в администрации. Все указы, приказы, постановления, потом решения, все проходит через руководитель аппарата. И сейчас-то, конечно, задним числом говорят, что Михаил Сергеевич знал сначала, но он спрятался, он не хотел там, но начинал, отступал, предал. Есть такие выражения, я их часто читаю, но на самом деле Михаил Сергеевич Горбачев не знал. И когда вот к нему приехали с предложением, чтобы он сам отказался, они же ездили к нему, он их выгнал. Не принял. По-моему, он еще обругал их, если я не ошибаюсь, он их обругал, матом русским, он сказал, писал. И эти люди были вынуждены удалиться. И он, так сказать, беззаботно отдыхал на форусе. Тут у него отключают телефоны, он остается без связи, рядом семья, внук, внучка, вернее. И все это, конечно, наталкивает на мысль, что Михаил Сергеевич все-таки не знал. Он, скорее всего, чувствовал. И я уверен, что ему докладывали, что готовится нечто подобное. И ГКЧП был генерал Макашов, там, какие-то союз русских офицеров, там, тоже агрессивно настроены. Поэтому таких групп, которые хотели бы совершить, ГКЧП было много. Это не только группы этого Ключкова и Язова. Скорее всего, Янаева, Ключкова. Скорее всего, были и другие группы, и Михаил Сергеевич об этом знал. И, насколько я знаю, даже иностранные, так сказать, службы ему сообщали, послы сообщали через Гаврила Попова, что, значит, готовится подобная вещь. И, на мой взгляд, и даже более того, я уверен, что Михаил Сергеевич Горбачев к ГКЧП совершенно не причастен. Хорошо. В принципе, да, я вот читал газеты. Август 91-го года, «Известия», «Независимая газета». Там до ГКЧП идет выступление Яковлева, которого... Александр Николаевич? Да, обвиняли. И вот он заявил, что, между прочим, в Москве есть силы, которые готовят государственный переворот. То есть, уже из его... Яковлев был секретарем по идеологии. Значит, что он знал? Предупреждение, да. То есть, была тщательная подготовка, большая организация, о которой уже знали люди, и он, видимо, как-то пытался предупредить об этом. Вообще, вот, когда распадается... Я заметил такой закономерство, когда распадается крупная империя, вот как Франция в Севере распадалась, там были очень реваншистские силы тоже. Когда вот Алжир выходил из состава Франции, или, скажем, Турция, когда вот Ататюрк, он же тоже из военных офицеров, и другие империи или крупные государства, всегда негативную роль играют военные, они всегда консервативные. Почему? Возникает вопрос, очень много военных, вот даже убийства Анвара Садата тоже военно совершили. Вот Талибан, который ворвался, это тоже военные силы, который ворвался в Кабул вчера, тоже военные силы. Я думаю, что есть очень серьезная причина, о которой как-то мы не говорим. На самом деле, военщина, она, как правило, живет за счет привилегивающих. Вы не думаете, что военные постоянно воюют? В большинстве случаев военные спят. Я вот просчитал просто, ну, да, бывает воины, воины военные погибают. Но в высший генералитет, к этому времени, конечно, они же, так сказать, не впереди же, в войск идут. Они имеют очень хорошее привилегие. Более того, значит, их сознание даже, они воспитаны как бы в таком... Примилищи, примилинины. Они мыслят, примилищи, ну, вот все должно быть в строю. Я же анекдот даже. Хотите, расскажу? Да, пожалуйста. Расскажу, только вы не зачеркивайте, пожалуйста. Вот, говорит, стоят двое военных, и один другом говорит, вот мы же, говорит, самые умные на свете военные. Мы, говорит, замышляем воином, мы их проводим маневры, мы там одерживаем победы. А другой военный говорит, нет, я, говорит, слышал, что ученые, говорит, тоже так умные. И тогда этот, первый военный, говорит, если, говорит, ученые такие умные, говорит, то почему они в строю мне ходят? Про вас, про ученые. Их желание все время выставить по единому строй, вот был союз советский, вот все должны в таком распрою ходить вечно там. И мне кажется, они даже не понимают, что мир меняется, наука меняется, распадается держава, создаются союзы. Это, как бы, для, вообще, мировой истории обыденный процесс, а это они, как часто, как бы, воспринимают на военный лад. И в чем силы военных? Они же, во-первых, очень вооружены, причем современное оружие, оно страшное, это же не луки, это же не какие-то берданки. Современные военные очень сильно вооружены, во-первых, во-вторых, они имеют организованную мощную силу, это, значит, тысячи, тысячи, если не миллионы солдат в казармах, офицеры, подготовленные к военным действиям. Один подготовленный военным может, так сказать, город поставить на колени. Поэтому с военными надо будет очень, так сказать, осторожны, постоянно их реформировать. Военные силы, мне кажется, даже быть под контролем общества, это первое правило. То есть, с одной стороны, вы считаете, что они боролись за сохранение своих прав, привилегии своего статуса, да? Несомненно, даже не сомневайтесь. И не только, скажем, сам Курчков или там, вот, Язов или Бакланов там, за ними стояли тысячи, тысячи офицеров, которые шептали, эээ, за что наши там кровь проливали, почему там наши деды там в Сибирь ходили там, скажем, правильно же? Естественно, эти шептания доходили до них, и они считали, что, да, надо сохранить прежних границ. Военные, я сейчас повторяю, они очень консервативные, и они мыслят консервативно. Это целый каста же. Военные столкнулись с народом, да? Народ – это вот та сила, которая остановила ГКЧП. Арман, ты совершенно прав, если посмотрите, вот, на стороне Ельцина вы почти не видите военных, ну, может, анекдотический генерал Коржаков там ходил, который прятал Ельцина там, в подвале там, ну, тоже решительный человек. Ну, кроме, ну, Коржаков вообще-то и не военный даже был, он давно ушел со службы. Личный телохранитель, да? Да, но 99% тех, кто выступал против ГКЧП, это, блин, люди. Простые, мирные граждане. Да, это была интеллигенция российская во главе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, по-моему. Одним словом, вот, интеллигенция российская, московская, конечно, выступала против ГКЧП. Кстати, знаете, почему интеллигенция выступала против? Ну, наверное, потому что она была против прежнего режима. Они больше знали, они бывали за рубежом, потом больше читали, между нами говоря, чем эти военные. Естественно, знали, что весь мир, везде развивается научно-техническая революция, нет в этих развитых странах дефицита, все социальные проблемы, ну, не все, конечно, но многие проблемы решены, успешно решаются, есть сменение власти, они об этом все знали. А тут приходят такие люди таких грозного вида, им только в руках оружия не хватало, и говорят, нет, мы, значит, должны вернуться в СССР, откуда люди хотели уйти. Я понимаю эту интеллигенцию, я понимаю, они правильно поступили, что не поддержали ГКЧП. И вы правильно говорите, тут вот, с одной стороны, органы, так сказать, военных сил, кстати, государственные органы где-то стояли в стороне, типа Лукьянова, там, других. А с другой стороны, конечно, массы, простой люд, даже рабочие, москвы, интеллигенция, конечно, они были очень против ГКЧП. Ну, вот вы, Буркал Геннадьевич, как свидетель этих событий, ну, поделитесь, что вы ощущали в те дни, ваше окружение, близкие, о чем вы говорили, о чем вы думали, вы переживали об этих событиях, или, может быть, думали, что, да, действительно, раз Москва так решила, значит, так и надо делать. Есть же такое, как бы, передача ответственности на центральные органы. Какая атмосфера была в Алма-Ате, в Казахстане в те дни? Атмосфера была очень тревожная. Даже в Казахстане и в Алма-Ате нашлись определенные силы, которые выдвигали лозунги поддержки ГКЧП. Я сейчас уже задним числом не буду называть их фамилией. Вот, в Алма-Ате, тогда был горсовет, в горсовете силы такие были, на местах такие были. Я уже не говорю про военные части, которые ждали приказа. Даже среди городского населения была большая тревога. И даже в результате каких-то, если бы ГКЧП начало дальше развиваться, да, это могли быть междунациональные тренинги большие. Мы вот тогда находились днем и ночью на работе. Вот Игорь Матвеевич Романов, Гадельбекшал Ахметов, этот, Престуржа, Николай Ларин, Женспех Салтамуратов. Мы все были, все были тогда на работе. И постоянно, значит, я занимался анализом поступающей литературы. Потом, значит, тогда уже возникли первые партии движения. Вот, Единство, Азат. От них поступали, значит, письма, которые мне поручались анализировать. Ну, больше говорить не могу. Я-то уже работал на своем уровне. Так сказать, многие решения принимались наверху. Но в любом случае, надо сказать, что самодеятельность ГКЧП внесла огромную тревогу и вообще смятение в души казахстанцев. И при дальнейших развитиях событий, как я уже говорил, мог случиться раскол. И, кстати, этот раскол наметился среди депутатов Верховного Совета Казахстана, потому что между ними уже начались такие трения, когда вот в собрании были заседания проводились, кто прав, кто не прав. Депутатовский корпус тоже готовил какое-то заявление? Мурата Уэзов и ряд его поддерживающих людей, они осудили ГКЧП, я хорошо помню. Они писали в газеты. Уже 20-21 газеты стали выпускаться уже более свободно, телеканалы. Два дня они контролировали средства массовой информации. Кстати, контроль за средством массовой информации, как правило, вот этим любят заниматься тоталитарно настроенные люди. Им кажется, что СМИ виноваты во всем, а не они вообще, сами любимые. И депутатский корпус, там был раскол. Я хорошо помню. Потому что я же анализировал газеты, сидел, читал, встречался с людьми. И хорошо, что ГКЧП длился недолго вообще. И поражение ГКЧП, в общем-то, показало, что это из поражения консервативных сил, которые ностальгировали по Советскому Союзу. Да, по-прежним достижениям, величию советскому, да? Да, постоянные войны, постоянные приписки, постоянное, значит, отрицание частной собственности. Вот это вот глобализация, объединение, отношение с миром. Пионерская организация, комсомол там. Кстати, вот иногда у меня спрашивают, почему, Берден Куманович, вы так резко отзываете о советском, о советском, так сказать, прошлом. Я, в общем, успешный человек был при советской власти. Я был молодой кандидат в науку, занимал хорошую должность, кстати. Но я уже тогда понимал, как я вновь ходил по архивам, писал. Я понимал, что вот эта система, она вот 70 лет одно и то же, в общем-то. И проблемы не решаются. И мы уже, молодые, как бы ученые, видели, что такая система больше не должна держаться. Поэтому у меня нет ностальгии по советскому союзу. По ностальгии, есть ностальгия по советскому союзу, знаете у кого? У бывших партоработников их детей, у бывших министров их детей, потому что они же кормились за счет этой власти. Имели статус, имели привилегии. Это мы видели, мы же учились вместе. Они не знали слово дефицит? Да. Приводится один случай, интересно, это со мной мой знаком был, он сын министра родного Казахстана. Он говорил, папа, говорит, не знает, сколько стоит проезд трамваи и троллейбус. Общественные транспорты. 99% людей же на этих общественных транспортах ездили. Вот поэтому у меня нет ностальгии по той стране. Хотя, некоторые говорят, вы же учились при советской власти. Ну а где мы могли учиться еще? Ну да, выбор был. Выбора не было. Да, не только же советских людей расстреливать и в ГУЛАГе загонять надо было. Их же еще учить надо было, чтобы кто-то работал. Это сейчас у нас молодежь может учиться за рубежом, по программе Балашак, тогда такое возможности нет? Да, и без Балашака много народу учится. Поэтому, значит, главное, значит, что ценно и драгоценно для человека, Армен, это свобода. Свобода превыше всего. Но свобода должна быть в рамках закона. А при советской власти, я еще повторяю, вообще-то страна была такая, она жила не по законам, а по понятиям жила. Давайте я прямо вам скажу. И как молодой коммунист того времени, членом парткомбе я был. Я еще повторяю, нет у меня ностальгии, вообще нет никакого желания возвращаться к тем временам. Для меня независимый Казахстан, с рыночной экономикой, с свободной демократией, с правами человека. Это бесценность просто, которую надо дорожить и которую надо понимать. Вот это ГКЧП, его провал, мы знаем, ускорил процесс распада Советского Союза. Да, он действительно ускорил. И привел уже к окончательному, бесповоротному, наверное, обретению независимости, суверенитету всех республик, в том числе и Казахстана. Вот, когда у вас вот это пришло понимание, что все Советского Союза уже больше не будет? Она пришла, я хорошо помню, она пришла в декабре 1991 года, когда в Алмате собрались руководители, правда не 15 республик, руководители, по-моему, 11 республик. Прибалтика не приехала, и Грузия не приехала. Да, значит, 11 республик, главы собрались в Доме Дружбы Народов, это вот на Шевченко Курман-Газе, подписали декларацию о создании СНГ. Это была точка. Мы понимали, что распад Союза будет продолжительным, он будет нелегким. Все-таки миллионы людей задействованы, большая страна, 300 миллионов проживала тогда в Советском Союзе. И, ну, около 300 миллионов. Естественно, распад будет нелегким, но мы же в то же время понимали, что жить так, как раньше, как при Советском Союзе, как при ККЧП, жить так нельзя. Вот нередко спрашивают у меня, а вот сейчас же, говорят же, есть же безработица, сейчас же, значит, не все довольны властью и так далее, и так далее. На что я всегда отвечаю, в Советском Союзе, в общем, партия большевиков много обманывала народ, но есть один большой обман, о котором как-то люди мало говорят, а это знаете, какой обман? Какой? А это такое, что можно построить беспроблемную страну, беспроблемное общество, которое называется коммунистическим или социалистическим, что там не будет безработица, все будут довольны, все будут там... Счастливы. Да, счастливы, там молочные реки будут течь, и говорю всегда, что это миф, это утопия, такого никогда не бывает. Человек рожден бороться, человек рожден работать, чего-то добиваться в жизни. И вот эта утопическая идея, что можно беспроблемную общество создать. Кстати, безработица тогда очень было много и при Советском Союзе, особенно в южных регионах, даже в южном Казахстане было много безработица. Очень много было, нехватки рабочих мест, нехватки и так далее, и так далее. Ну, одним словом, то, что мы можем создать беспроблемное общество, это утопия большевизма. Поэтому, чем раньше мы это поймем, тем лучше, простой гражданин. И я понимаю, что современный мир и современный Казахстан есть богатые, есть бедные. И даже те, кто сейчас очень богат, есть люди, которые, конечно, нечестным трудом добились этого богатства. Я думаю, что коррупционными делами. Но очень много людей, которые этого богатства добивались сами. Своим трудом, своим умом, большие ученые были. В свое время кто-то покупал завод или магазин, или аптеку. Ну, я не знаю, кто как богател. Одним словом, и современный мир, он разный у нас в Казахстане. И это нормальные вещи. Главное, чтобы они при этом не нарушали закон. А так, ну, богатые, богатые платят больше налогов. Ну, да. За счет налогов богатых содержатся сироты, пенсионеры содержатся, дети содержатся. Был третий путь, вот этот китайский путь. В Китае все-таки они вот, вот это социальное неравиство у них не столь заметно, потому что партии контролируют. Но в то же время партия же постоянно следит за людьми в Китае. Там ограничена свобода. Поэтому, значит, ограничена свобода рано или поздно, поздно она может, опять же, вылиться в тоталитаризм нового, как от Чапа, кстати. Она может вылиться в большой проблеме. Мне кажется, в данном случае демократия ценностей, скажем, сменялись властью, изменение строя многопартийного, свободных средств массовой информации. Это должны быть незыблемые ценности нашего общества. Очень хорошо. Ну, на этом мы и закончим. Еще раз повторюсь, с нами был Бруктурий Григорьевич Айран, заместитель директора Института истории государства. И мы говорили о ГКЧП августовском путче 91-го года, которому прошло уже 30 лет. Но до конца эти события еще не проанализированы. И окончательных выводов, наверное, о том, какой эффект был от этого события, наверное, ученым придется еще над этим заниматься, заниматься и изучать. Большое спасибо, Бруктурий Григорьевич. Ждем вас в нашей студии. До встречи. Спасибо.